В порядке исключения, YouTube отказался выдать золотую кнопку RT на русском. 16 мая 2019, 13.30, RT YouTube, канал RT на русском набрал более 1 миллиона подписчиков. Как правило, видеохостинг награждает таких пользователей золотой кнопкой, символической наградой, отмечающей роль в привлечении на площадку новых зрителей. Однако на запрос телеканала сотрудники службы поддержки сервиса ответили, что RT на русском не соответствует неким критериям, якобы кнопку не выдают аккаунтам, которые получают финансирование от государства. При этом, YouTube каналы RT на других языках уже получили аналогичные награды, а RT на русском удостаивался серебряной кнопки, когда число подписчиков на YouTube перевалило за 100 тысяч в службе поддержки видеохостинга. Заявили, что правила не поменялись, но в отношении RT на русском было сделано исключение. В конце апреля YouTube канал RT на русском преодолел планку в одном миллионе подписчиков. Как правило, принадлежащий Google. Видеохостинг выделяет создателей популярных аккаунтов, набравшие более 1 миллиона подписчиков каналы получают так называемую «золотую кнопку». Это символическая награда в рамках YouTube Creator. Сервис таким образом отмечает роль каналов в привлечении новых зрителей на площадку. Помимо «золотой кнопки», существуют также другие знаки отличия. Серебряная кнопка – 100 тысяч подписчиков, бриллиантовая – 10 миллионов подписчиков, и рубиновая – 50 миллионов подписчиков. Однако, когда редакция RT на русском обратилась в YouTube, чтобы получить «золотую кнопку», работники службы поддержки сообщили, что канал RT на русском якобы не соответствует критериям присуждения этой награды. По результатам рассмотрения заявки данного канала было признано, что он не удовлетворяет критериям присуждения. Create reward. Эта награда вручается исключительно на основании решения YouTube. При этом существуют некоторые исключения. Примите к сведению, что критерии YouTube исключают каналы, частично или полностью финансируемые государственными органами, говорится в сообщении. YouTube support team. При этом на странице справочного центра YouTube содержится информация о критериях, согласно которым сервис присуждает эти награды. Там не говорится, что каналы, которые финансируются государством, не получают этот знак отличия. Также отмечается, что канал на видеохастинге должен иметь хорошую репутацию, у него должны отсутствовать предупреждения о нарушении авторских прав и принципов сообщества. RT связался со службой поддержки YouTube, чтобы узнать, поменялись ли правила видеохастинга. В итоге в редакцию пришел ответ, что правила не претерпели изменений, однако администрация сервиса имеет право делать исключения. Правила не изменились, каждый канал перепроверяется командой, и к правилам могут применяться исключения, о которых команда написала в своем ответе. Примите к сведению, что критерии YouTube исключают каналы, частично или полностью финансируемые государственными органами. К сожалению, финальное решение по таким вопросам остается за командой, говорится в ответе. Стоит отметить, что в 2014 году YouTube канал RT на русском набрал 100 тысяч подписчиков, и тогда видеохостинг отправил редакции серебряную кнопку. Ни о каких особых критериях в тот раз не сообщалось. Кроме того, золотая кнопка есть у других YouTube каналов RT, в частности у английской и испанской редакции. RT Enespanol Достиг миллиона подписчиков в ноябре 2017 года. Спустя два месяца в YouTube аккаунте появилось уведомление, в котором предлагалось сообщить данные, куда следует отправить награду. В офис RT. Она прибыла через несколько месяцев, в апреле 2018-го. И никаких вопросов государственное финансирование канала у видеохостинга не вызвало. Также золотую кнопку получил YouTube канал Россия 24, входящий в государственный медиахолдинг ВГТРК. В справочном центре сказано, что перед отправкой награды каналы тщательно проверяются. Так, пользователю после этого отказали в кнопке, однако не объяснили причину такого решения. Критерий о госфинансировании не прописан в правилах и применен выборочно, отметил генеральный директор информационно-аналитического агентства Денис Кусков. Он убежден, что это свидетельствует о политизированности такого решения. Очень напрягает, конечно, такая политизированность по отношению к отдельным ресурсам. Если бы это было прописано в правилах и применялось для всех, тогда это было бы нормально, а подобные единичные случаи не красят такую крупную компанию, как YouTube, и вызывают к ней определенные вопросы, заявил Кусков. Видеохостинг руководствуется двойными стандартами, полагает эксперт по цифровой экономике, директора на цифровые платформы Арсения Щельцин. Двойные стандарты в трансграничных платформах никуда не делись. Они существуют с момента создания. Начиная от борьбы с конкурирующими проектами и заканчивая политической борьбой с определенными структурами, которые не близки по духу организаторам этих платформ, отметил он в разговоре с RT. В то же время из-за большого числа скандалов никаких репутационных издержек подобные платформы уже не несут, подчеркнул Щельцин. Очень много кейсов у разных платформ о невыполнении и обязательств, о несоблюдении правил использования персональных данных, о проблемах неполучения выгоды участников этих сетей и т.д., добавил эксперт. Основный аккаунт RT на YouTube первым из мировых новостных каналов преодолел отметку в миллиард просмотров в 2013 году. На данный момент общее число просмотров на всех аккаунтах RT превышает 8 миллиардов, а количество подписчиков – более 10 миллионов.